Приветствую вас. Я бы ответил на ваш вопрос так, что, с одной стороны, конечно, имеет место быть незавершённая линия отношений с Дмитрием, так как определённо у вас были к нему чувства, и эти чувства, они, ну, как минимум, знаете, если нашли выход, то не так, как можно было бы положить. То есть, выход эти чувства, видимо, нашли не до конца, не так, как нужно было вам. То есть, вы до сих пор, скорее всего, человека помните, до сих пор о нём, может быть, переживаете и так далее. Сейчас вы с ним вновь начали общаться немного. Я думаю, что вам, как минимум, стоит пообщаться с ним ещё, и как можно больше расспросить его о его же собственной жизни. То есть, как он живёт, что он делает и так далее, чтобы вы поняли, что этот человек ещё лучше, ещё более глубоко, ещё более осознанно увидели, что мужчина этот, ну, он откровенно, вот, вам не подходит. То есть, да, вы сейчас это понимаете. Я отдаю себя очередь в том, что вы сейчас это понимаете. Но, раз у вас есть интерес к его жизни, то обязательная сторона, вот это вот, чтобы вы тоже правильно поняли, обязательная сторона интереса – это незавершённость отношений. И как бы вы не отрицали того факта, что вы не хотите ничего проверять и не будете ничего проверять, мы об этом уже сказали, значит, такие мысли у вас есть, и это может быть связано как вариант вот с этим моментом. Но момент этот, как вы, я надеюсь, понимаете, не единственный. Есть и ещё несколько сторон. Следующая сторона – это сторона того, что вы, возможно, себя сами не чувствуете со своим мутем женщины. Не чувствуете себя именно в узком смысле слова «женщины». И тогда вам необходимо подумать о том, как бы вы могли, что бы вы могли сделать для того, чтобы ощутить себя женщиной со своим мужчиной. Вполне вероятно, что вам требуется несколько освежить ваши отношения именно на уровне вас с собой. Вполне вероятно, что быт, дела, какие-то постоянные заботы – всё это мешает вам сосредоточиться на мужчине, и он постепенно отходит на задний план, именно как ваш мужчина. Это тоже очень важный момент. То есть вы, очень может быть, потеряли себя как женщина. И тогда, если это действительно так, то необходимо подумать. А что же вам нужно для того, чтобы чувствовать себя женщиной? И вот к этому и стремиться. Стремиться к тому, чтобы ощутить себя женщиной со своим мужем. Далее. Вполне вероятно, что дело здесь не только в этом. То есть, вполне вероятно, что дело не только в том, что вы не до конца и неполно чувствуете себя женщиной. Вполне вероятно, что вы просто-напросто почувствовали, что именно в контексте своей семьи, в контексте тех социальных ролей, которые вы выполняете, в контексте тех социальных ролей, где лишат ваши обязанности и права, вы достигли всего, что можно. То есть вы чувствуете определенный потолок, что вы занимаетесь только рядом вещей, и вы, в общем-то, делаете все, что нужно, и все у вас есть. Появляется такая удовлетворенность. Появляется ощущение, что вы достигли всего, вообще всего, что можно было бы хотеть, к чему можно было бы стремиться и так далее. А потребности-то есть. Я сейчас говорю именно о том, что вы, по моему мнению, вполне вероятно, испытываете острую нехватку, знаете, личностного роста, острую нехватку целей, своих собственных целей, своих собственных задач, которые могли бы принести вам какое-то наслаждение, радость и вкус жизни. И если так, то тогда надо подумать, как бы вы могли себя реализовывать. Немного по-другому может быть, немного по-новому, не так, как до этого, но, тем не менее, подумайте о том, что бы вы могли сделать именно для себя. Больше думайте о себе. Больше старайтесь делать каких-то вещей именно потому, что вы хотите. Вполне вероятно, что вы хорошая мама, вы хорошая супруга. Вы чувствуете, как за всем этим теряетесь вы настоящее, вы личность, вы индивидуальность. И этот мужчина, ну, ваша бывшая, да, детская любовь, подростковая любовь, дает вам именно то, в чем вы нуждаетесь, то есть возможность почувствовать себя в той самой свободной, молодой индивидуальности. И если это так, то это именно то, чего вам не хватает. Если вы будете больше прислушиваться к себе, то вполне вероятно, что со временем, ставя для себя новые задачи, со временем, больше думая о себе, вы смогли бы снизить значимость молодого человека для вас. Это то, что я могу вам сказать, исходя из вашего текста. Конечно, может быть и еще причина. Причина эта кроется в том, что своего мужа, как я понял, вы не любили. И с ним вы только потому, что с ним удобно, хорошо, с ним комфортно, с ним спокойно, и с ним определенное будущее. Но, как выясняется, вам этого мало. То есть здесь стоит понять для себя, что же для вас все-таки ценно. Если ценен расчет, это одно. Если ценна любовь, это другое. Дело в том, что соединять вместе эти два понятия, эти две сферы, практически невозможно. И выбор вы, получается, сделали не до конца. И тогда стоит задать себе вопрос. Что, что у нас есть сейчас, то ли это чего вы хотите, то ли это что вам нужно. Вот вы говорите, муж вам не простит. Тоже интересный момент по поводу этого не простит. Какие у вас отношения с мужем? На чем они строятся? На каких началах они строятся? Это тоже очень-очень важный момент. Вот об этом всем вам и нужно подумать. И, если необходимо, получить личную консультацию у специалистов, который вам понравился бы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...